С Рождеством Христовым Я поздравляю для кого-то с наступающим, а тот, кто посмотрит, когда уже наступил, с Рождеством. Пусть вас Бог обильно благословит. Рождество – это радостное время. Особенно, когда начинаешь понимать, что Рождество – это производство неба на земле. Что-то сделалось со стороны неба здесь, на земле. То есть рождение Иисуса – это не был план каких-то вождей известных людей здесь на земле. Это был план неба, план Господа Бога. Возникает вопрос, если Иисус – это был план Божий для земли, особенно учитывая, что Библия учит, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Возникает вопрос, что принес Иисус на землю. Эта проповедь важная, радостная, рождественская. Предлагаю внимательно слушать, смотреть и назидаться. Сегодняшняя проповедь называется «Рождество – это действие и производство неба на земле». Рождество показывает нам динамику того, как Бог работает с человеком, с землёю. Так всегда Бог с нами работает. Небо начинает что-то, оно повторяется на земле. Небо начинает что-то, оно повторяется на земле. Небо начинает что-то, оно повторяется на земле. Все действия Божьи, все, что Бог делает, оно имеет одинаковую динамику. И эту динамику выразил Господь Иисус ярко, когда Он сказал, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Если вы желаете быть человеком силы, победы, научитесь уловить, что делается на небе. И это же повторяйте на земле. Если вы так будете жить, во всем вы всегда будете иметь Божью поддержку. Всегда. Написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, с 18 стиха по 25 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить сестры, выходили замуж за праведных. Праведные люди умеют покрыть много. Вы заметили, как поступил Иосиф покрыть? Что может быть хуже для мужа или для того, кто собирается жениться, узнать, что его жена беременна и от другого? Средний мужчина, который я знаю, он берет пистолет или себя, или ее. А Иосиф, будучи праведным, что он сделал? Покрыл. Братья, вам тоже, женитесь на праведнее. Они много чего перекроют, ваши недостатки. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется, реченое Господом через пророка, который говорит, Сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит, с нами Бог. Встал от сна, и Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вот вам история Рождества. Рождение Иисуса было сверхъестественным. Это было необычно, как бывает у всех людей. Во-первых, беременная та женщина, которая еще не замужем, и не была с мужчином, от Духа Святого. Настоящее христианство, оно сверхъестественное, потому что сам Господь Иисус Христос, Его появление было сверхъестественным. Заметите, когда Бог желает, чтобы то, что на небе, стало реальным на земле, обычно Дух Святой, это Он берет то, что в Духе, то, что на небе, то, что не видно, и Он делает это реальным. Поэтому, получается, таким же образом родился Господь Иисус. Хорошо. А если вот так Бог работает, а что нам, чему нам научиться, к чему нам двигаться, исходя из истории Рождества, то, что Иисус принес на землю в этой истории. Вот, 21 стих, который мы читали, написано, Иисус, ибо спасет. Чуть ниже, сказали, да сбудется словам, речения через пророка Исаия, который сказал, вот, Дева, зачнешь и родить сына, и начнешь ему имя, Е-Ма-ну-и-л. Вот в одном тексте мы видим полноту того, с чем Иисус пришел на землю. Самое первое, что нам принес Иисус, это спасение. Скажите со мной, спасение. Само понятие спасения, оно сложно сразу, потому что, что такое спасение? От чего спастись? Поэтому мне очень понравился один старец в Библии по имени Симеон. Симеон, он один из тех людей, который праздновал рождение Иисуса. Он сидел в храме и ждал Иисуса. И когда Иисус родился, и на восьмой день его привели в храм, Симеон там был, и Симеон начал выразить в полноте суть этого спасения. Евангелие от Люки, 2 глава, 28 стих, 32. Он взял его на руки, это Симеон, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владика, по слову твоему, с миром». То есть, то, что видит Симеон, он считает, что оно настолько окончательно, что теперь он может с миром уйти. Все решено. «Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Почему важно понятие «спасение Твое»? Потому что много народов, у каждого была сумма философских пониманий, что такое Бог, что такое спасение, что происходит после смерти. Если бы вы объездили народов, вы бы нашли в каждом народе своя суммарная мудрость того народа о том, что такое Бог, что такое спасение, что такое жизнь после смерти. И вся эта так называемая разного народа мудрость до сих пор работает. Иисус Христос – это не просто спасение, это Божие решение, это решение Творца, это решение Бога, это решение того, кто является началом всего. Без Него ничего нет. Поэтому, когда мы идем к Иисусу Христу, мы в безопасности. Это Божий вариант. Зачем тратить время на все остальное, когда уже есть Божие решения? Кто-нибудь скажите со мной аминь. Одна женщина в США. По-моему, в США просто подумала, что американцы о себе пишут Божие. Она вышла, начала говорить, что христианство – это не все нужно. Вот это она собрала всякие мудрые, умные, разные вещи, которые она говорила, кричала везде, повсюду. И то, что она говорила, оно разумно для разума. Аналогично для разума. На гуманном уровне. Но что интересно, в конце ее жизни она сошла с ума. Не потому что плохая, а потому что, а, она слишком жестко против Бога шла, б, она начала строить свою жизнь на основании разных этих теорий, которые она собрала с Индией, с Китая, с разных точек. Оказывается, душа человека, живущая на земле, не находит покоя, кроме, как Бога. Даже не в самых словах, которые мы говорим, а Бог, который в словах. Вы понимаете? И когда этого нету, человек разрушается. И говорят потом, когда она умирала, она сказала, сообщите моим последователям всем, что как бы наивно не звучала Библия, поверите. Почему так Бог сделал, чтобы было наивно, не так сложного, чтобы и эти понимали, и эти понимали, и эти понимали. И эти понимали. Спасение не может быть только для суперумних или только для супербогатых. Спасение Бог сделал для всех людей, независимо от того, кто они. Второе. О чем нам Рождество говорит? Что нам принес Иисус Христос? Евангелие от Матфея, первая глава, 23 стих. Съедево во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит, с нами Бог. Бог оказывается, Господь Бог желает сопровождать нас в жизни. С нами Бог. Бог не планировал создать человека и бросать их. А он на небе, пусть они как могут. Нет. Бог говорит, через Иисуса Христа появляется одно явление, которое до этого не было. Я с тобою сопровождаю тебя, хожу с тобою, помогаю тебе, включаюсь в твоих вопросах. С нами Бог. Когда Бог нас провожает в жизни, приходит с нами Его присутствие. Скажите, Божье присутствие. План Божий был такой, человек не может жить полноценно без Божьего присутствия. Божье присутствие ценное и важное. Мы здесь собираемся, слушаем проповеди, но это половина, что делается. Второе, явление, которое не придает большое значение, это присутствие Божье, которое мы ощущаем во время проповеди, во время прославления, во время молитвы. Вот это присутствие Божье, когда оно интенсивно в жизни человека, демоны не находят доступа легкого к такому человеку. не только его присутствие, но и его сила. Скажите, сила, я вас не слышу? Когда его сила с нами, что она делает? Эта сила решает сложные вопросы и сила от болезни, убирает от болезни, убирает рак, убирает ВИЧ, убирает сахарный диабет, убирает отрит, убирает мигрени, убирает всяких болезней на уровень тела, на уровень души, на уровень эмоций и на всех уровнях жизни. Сила Божия сопровождает нас. Иисус нам принес величайшее откровение. Какое откровение? Читаем Матфея 1 глава 21-25 стих. Родить же сына, кто родит Мария, кому говорится Иосифу, кто говорит ангел, откуда от Бога. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов ищ. 25-й стих. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Идея о том, что имя должно назваться Иисуса, это была идея Господа Бога. Но кто назовет Иисуса Иисусом на земле, то это был не Господь Бог, а Иосиф. Вывод, когда Бог собирается что-то делать на земле, Бог всегда говорит, открывает, показывает кому-то на земле. Имя Иисус. когда Бог дал Иосиф говорить это имя, уменьшилась ли сила и власть в имени Иисуса из-за того, что ему это имя дал Иосиф? Иосиф. Не. Когда Бог дает вам откровение о чем-то. Теряет ли силу это откровение или поручение из-за того, что оно идет через вас? Если оно не теряло через Иосифа, не теряет через вас. Если через Иосиф остался живым, то через вас тоже остается живым. Вывод. Иосиф дал Иисусу имя Иисус. К вам вопрос. Каким именем Иосиф и Мария спаслись? Каким именем? Иисус. При том, что интересно, Бог пришел к Иосифу во сне. Иосиф спит. Если вы встретились где-то и поговорили, да, в парке ходят, Бог и Иосиф. Нет. Бог передает через сон. Иосиф спит. И притом не Бог, а ангел. Бог, ангел номер два, сон и Иосиф это как четыре препятствия. Но сила и власть в имени Иисуса не уменьшилась от того, что информация прошла через ангел, через сон, через всего не уменьшилось ничего. И почему же вы думаете, что когда Бог дает слово через тебя, информацию через тебя, что она уменьшилась в силе, что она уменьшилась в влиянии, что она уменьшилась в своей способности, она не уменьшилась, она такой же живой, как если бы сам Бог пришел и сказал здравствуйте, я Господь Бог, вот моя информация. Бог всегда так работает. Бог на небе всегда сходи сотрудничать с человеком на земле. Говори и делай то, что Бог говорит. Это дает успех. не тратит время на много чего другого. Потому что Рождество как было действие и производство Бога, неба на земле, так и наша жизнь. Бог желает, чтобы все, что мы делаем, это было производство Бога. на земле. Небо через нас всегда. Слава Господу, слава Господу. Рождество это момент радости. Я знаю, что даже мафиозник улыбается в Рождество, даже варьи и даже убийцы, даже в тюрьме улыбаются. Поэтому нету ни одной причины, почему человек может быть грустным во время Рождества. Даже если обстоятельства плохие, то только потому, что Иисус родился, радость нам пришла. Поэтому предлагаю вам сейчас, чтобы мы посмотрели на свидетельство того, что сделал Господь в жизни людей. Если бы не было Рождество, и этого невозможно было бы видеть, а потому что Иисус пришел на землю, люди исцеляются, потому что Он принес спасение, Он принес с нами Бог, Он принес избавление и исцеление. Давайте посмотрим на эти свидетельства. Главное помни, сейчас праздничное время, ты можешь получить свое чудо от Господа. У Ниной три года была болезнь Паркинсона, у него трюсились руки, сейчас это прошло. У вас было три года болезни Паркинсона. Кто-то вас знает здесь? Конечно, мои дети. Дети, где дети? И что случилось? Ну вот смотрите, они не дрожат. Не дрожат? Боже, спасибо тебе за эту церковь, дайте аплодисмент Господу за эту. Порезал сухожилия, сшивали, сшивали сухожилия, дважды операцию делали, и не чувствовал два пальца. Какие? Вот эти два. И сейчас? Сейчас вот этот отошел с этой стороны. То есть этот начал чувствовать полностью? вот это уже началось. Начинает работать. Сколько лет, как это произошло? Буквально год назад. Год назад. Двигай их и чувство есть. Вот это, ну да, естественно. Это чудо, потому что если сухожилия нет, чувство не может само. Это надо, чтобы что-то создалось, вернуто назад. Господь, спасибо за полное исцеление. Аминь. У Саши на протяжении года были проблемы с поджелудочной. Она прям мучилась от боли и сейчас боль прошла. А где поджелудочная? Вот здесь вот. И сейчас боль прошла? Очень сильно болела, да. И щитовидка очень сильно болела. И когда вы молились, просто вот почувствовала тепло и как будто что-то вот... Это было не тепло солнца? Нет. Другое, Яна. Да. Спасибо тебе, Господь, за это. У Лили была сильная боль в левом плечевом суставе и было сложно поднимать руку и боль прям отдавала в пальцы. Сейчас боль полностью прошла. Ты можешь поднять и до левого, и назад, и вот так. Господь, спасибо тебе за это. Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес, могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения Христос для всех городов за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Каждый раз, когда я вижу, как люди получают исселение или спасение, прощение грехов, я всегда радуюсь. Потому что, если бы не было Рождества, этого все бы не было. Слава Богу, что Он послал Иисуса на землю и Он родился в это время Рождества и умер за наши грехи. Заметите, это спасение, которое принес Иисус, мы не получаем автоматически. Нужно поверить и принять. Если кто-то есть, вы хотите принять Иисуса, получить прощение грехов ваших, то я хочу помолиться с вами. И после чего помолюсь, чтобы вы получили свое чудо. Если вы желаете принять Иисуса, потому что для этого Он пришел, чтобы спасать людей от грехов ваших, то помоли со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем с этого дня во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, если вы помолились эту молитву искренне, Господь простил вас. Если у вас есть болезни в теле, возложите руку там, где болит в теле. Помните, для этого пришел Иисус. Господь, я благодарю Тебя, что Ты пришел, чтобы отпустить измученных на свободу и исселить всех, кто нуждается. Поэтому во имя Иисуса разрушаю всякую болезнь, все планы дьявола против Твоего народа отменяю и разрушаю. Провозглашаю исцеление на каждого, кто смотрит и слышит мой голос. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Помните, Иисус вас любит. И мы вас любим. Пишите нам. Мы будем рады. С Рождеством вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова